МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не забывайте, чужих детей на дорогах не бывает. О ситуации на дорогах. Сегодня в выпуске новости от сотрудников госавтоинспекции. Садят картофель на глубину 15-20 сантиметров. Май в наших краях традиционное время посадки картофеля. Как правильно это сделать, смотрите в очередном выпуске программы Урожайный сезон. В эфире телекомпания ВТВ. В студии Александр Леконцев. Здравствуйте. Чем запомнился нашим корреспондентам этот день сегодня, расскажем вам в информационной программе в Воткинске. А начнем с новостей 18-го региона. 2018 год в России объявлен Годом добровольца. Его цель – поддерживать и развивать волонтерские движения. Так, в Удмуртии сейчас формируется план мероприятий на Год добровольца. Любой желающий может внести свои предложения. Заявки принимаются на сайте nkoudmurtia.ru до 20 мая. В Удмуртии ввели противопожарный режим. Продлится он до 15 июня. В это время разведение костров в лесах региона запрещено. Несоблюдение закона влечет как административную, так и уголовную ответственность. Только за прошедшие сутки огнеборцы Удмуртии выезжали на тушение сухой травы и мусора почти 30 раз. За прошедшую неделю, как сообщает Удмуртстад, в регионе подорожали свежая капуста, репчатый лук, яблоки, сахар и морковь. Немного увеличились в цене мясные консервы, сметана, вареная колбаса и рис. С понижения цен зафиксировано на свежие огурцы и помидоры, сосиски, муку и гречневую крупу. Водкинске снова на пешеходном переходе сбили ребенка, сообщают сотрудники ГИБДД. Новости о дорожной полиции далее. Сотрудники ГИБДД проводят множество профилактических мероприятий на дорогах Водкинска. И как ни призывает дорожная полиция, водителей к предельной внимательности все равно происходит ДТП. Так 10 мая в утреннее время рядом с образовательным учреждением был сбит школьник. Водитель, женщина 1984 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, мальчика 2006 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному вблизи школы номер 17. В результате происшествия ребенок получил травмы. Медики рекомендовали мальчику амбулаторное лечение. По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства ДТП. Уважаемые водители, будьте предельно внимательны. Подъезжая к образовательным учреждениям, к школам, к детским садам, подъезжая к пешеходным переходам, снижайте скорость. Если рядом с предельной частью стоит пешеход, обязательно пропустите его. В преддверии летних каникул ваше внимание должно быть предельно повышено. Сотрудники ГИБДД с 16 по 25 мая проведут первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоциклист на водкинских дорогах». Основными задачами данного мероприятия является предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей и пассажиров мототранспорта. К сожалению, ежегодно регистрируются дорожно-транспортные происшествия с участием любителей мототранспорта, в которых получают тяжелейшие травмы и погибают водители или пассажиры мототранспорта. Госавтоинспекция напоминает, что для управления всеми мототранспортными средствами теперь необходимо иметь водительское удостоверение. Валерия Сулоева, Елена Рудакова, Валерий Калдумов. Воткинске. Поговорим о других новостях Воткинска. В эфире рубрика «Городские новости» короткой строкой. Уровень безработицы в Воткинске ниже, чем в среднем по республике. Всего в Удмуртии официально нетрудоустроенных на 1 мая текущего года составило 6779 человек. Вакансий по республике почти в два раза больше. Увлечение спроса на рабочую силу произошло в Авожском, Игринском, Красногорском, Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Шарканском и Якшургодинском районах. И в городах Ижевск, Воткинск, Можга и Сарапух. Две семьи из Воткинска принимают участие в республиканском конкурсе «Семейные трудовые династии». Члены семьи участниц должны иметь не менее 50 лет стажа суммарно либо на одном предприятии, либо в одной сфере профессиональной деятельности. Наш город будут представлять медики Веселовы, общий трудовой стаж 200 лет и педагоги Калясниковы, их трудовой стаж 300 лет. Результаты будут известны к концу мая. Жителям Воткинска предлагают присоединиться к акции на работу на велосипеде. Она состоится по всей России 18 мая. Цель этого дня – привлечь внимание общественности к экологической проблеме и позаботиться о своей физической форме. Еще больше новостей ищите на городском портале воткинск.нет. Там каждый день нужная и полезная информация для вас. А мы продолжаем выпуск. В эфире наша традиционная рубрика «Даты и события страны и мира». 16 мая 89 лет назад в США состоялась первая церемония вручения «Оскаров». Сегодня это главная кинопремия в США и одна из самых известных кинематографических наград в мире. Впервые церемония вручения премии Американской киноакадемии состоялась 16 мая 1929 года. Она длилась 15 минут и на ней присутствовало около 250 человек. Кстати, название «Оскар» тогда еще не использовалось. Всем номинантам были вручены так называемые благодарственные отзывы. 16 мая 94 года назад в СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка». Основной его задачей было коммунистическое воспитание детей в духе советского патриотизма, уважения к труду, коллективизма и товарищества. В 2011 году он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как журнал для детей с самым длительным сроком издания. 16 мая 1957 года родился советский российский музыкант, поэт, композитор, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. 90-е годы стали для него особенно успешными. Группой ДДТ было записано несколько альбомов, а песня «Что такое осень» вошла в хит-парад сотни лучших песен 20 века нашего радио, заняв в нем второе место. Как посадить картофель правильно? Что на самом деле важно при посадке картофеля? Так что самое время подумать, каким способом сажать его на этот раз, ведь в последнее время к привычным методам добавились новые, оригинальные. Есть из чего выбирать. Об этом поговорим в еженедельном выпуске программы «Урожайный сезон». Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами программа «Удачный сезон» и я, Елена Рудакова. Сегодня ученый-агроном Евгения Попова расскажет нам все о картошке. И, конечно же, первый вопрос – с чего начнем? Евгения, здравствуйте! Здравствуйте! Сезон уже начинается, начинают все садить. И, конечно, картофель – это та культура, которая занимает основное место в нашей потребительской корзине. Что же нужно сделать? Конечно, нужно озаботиться посадочным материалом сначала. Можно его приобрести в магазине, можно на рынке колхозном. Если кто-то заготавливает свой, хочется немножко остановиться на основных моментах. Какой посадочный материал выбираем? Если в магазине, то он весь продается элитой, либо суперэлитой, и, в принципе, одного размера. Вот примерно такого, да? Ну, в весовочных корзинах. Если это колхозный рынок, то там можно уже выбрать то, что вам как бы больше нравится – покрупнее картофель, либо помельче. Здесь только нужно помнить одно, что если мы покупаем картофель меньше яйца, куриного примерно, то он не подлежит делению. То есть у него питательных веществ хватит только само на себя. А если картофель достаточно крупный, крупнее яйца, с несколькими хорошими крепкими глазками, то его можно разрезать, что увеличит количество посадочного материала. Садят картофель на глубину 15-20 сантиметров. Можно, конечно, и заглублять, и, наоборот, выше садить. Это в зависимости от гранулометрического состава почвы. То есть чем легче почвы, тем можно глубже садить картофель. Чем они тяжелее, значит, тем ближе к поверхности. Вот наглядный пример того, что удобрение специализированное для картофеля. Здесь есть микроэлементы, которые, в принципе, есть, конечно, в каждом овоще, но бывают почвы иногда бедноватые, да, то есть некоторые жалуются, что лёжкость плохая у картофеля, подверженность каким-то заболеваниям больше. Это может как раз говорить о том, что микроэлементов не хватает, и кожура, например, достаточно проницаема для спор различных заболеваний. Либо не вызревает картофель из-за того, что не хватает микроэлементов. И вот как раз припочвенное внесение, то есть внесение либо при перекопке, но если не хочется расходовать много на всю землю, вот на тропинке некоторые, да, говорят, то можно как раз в лунку, то есть, как я уже говорю, по чайной ложечке рядом с картофелем. И пока картофель прорастает, пока корни начинают образовываться, растворяется удобрение и как раз начинает использоваться при активном росте. То есть удобрение в гранулах, чтобы потом не подкармливать жидким способом и так далее. Также, если не было времени опрыскивать картофель семенной, то можно также в лунку при посадке использовать другие препараты, сухие. Они, конечно, согласно инструкции, их тут тоже в небольшом количестве, но непосредственно вот ваша картошка, насыпали удобрение. Даже если биологического отпуговителя насыпали, это ничего, как бы не то, что страшно, это хорошо, потому что это сейчас оно действует. Со временем оно теряет эти свойства, то есть эфирные масла улетучиваются, сама органика разлагается. И вот если все-таки хочется подольше защитить свои клубни, то можно в лунку использовать препараты вот землин, провотокс. Это у кого, значит, очень особо заселено густо проволочником. То есть не можете, если справиться, то вот химические препараты от проволочника будут помогать. Хочется, ну, как сказать, поделиться, да, что проволочник больше обитает на кислых почвах и там, где растет пырей. Потому что если нет картофеля какое-то время, проволочник питается корнями пырея. Тот злосчастный сорняк, с которым мы боремся. Но если поле картофельное очищать от пырея, то и проволочник со временем тоже будет сходить на нет. Если вы личиночки желтенькие вот такие, да, вот видите, то их можно ручную тоже разрывать, получается, уничтожать. Потому что эти личинки могут в земле жить до трех лет. То есть три года они вам будут портить картофель. Удобрения вносим, основные при посадке, это либо весенние картофельных специальных, очень много в продаже, либо это попроще удобрения нитромофоска, то есть где есть еще азот, пока для весенних работ нужный. Кто подкармливает картофель в течение сезона, конечно, азот после второй половины лета, в июле где-то уже нужно исключать. То есть там только фосфорные, калийные удобрения, но без азота. Но, как правило, зарядка вот такого весеннего, весенней подкормки хватает. Если у вас разрезанный клубень, можно обмакивать прямо при посадке в какие-то биологические отпугиватели, протравливатели, да, то есть это либо горчичный жмых, либо это зола, либо это табачная пыль, но что-то отпугивающее на стекомах. Тот, кто не боится использовать химию, то можно перед посадкой, впрыскивание идет самих клубней, такими препаратами, как табу, престиж, клубнищит, ну и многие другие. Это на сезон, на целый, защищает картофель от вредителей, то есть от проволочника, колорадского жука и других особо опасных вредителей. На этом наша программа завершена. Сегодня мы рассказали много секретов. В следующей программе мы расскажем о садовой землянике и о всех ее секретах. В продаже появилась новинка – картофельная формула, которая вносится при посадке в лунку по одной чайной ложке, содержит в себе весь комплекс микро- и макроэлементов и эффективно защищает от проволочника фитофтороза. Еще одна новинка этого сезона – комплекс на минеральное одобрение «Ракета». Содержит в себе весь комплекс микро- и макроэлементов и действует в течение всего вегетативного сезона. Способ применения очень прост. Она вносится в лунку, вбивается, пристреловой круг. Магазин «Удачный» приглашает за удачными покупками. У нас товары для дома, сада и хозяйства. Подарки, посуда, грунты, семена, лук, сивок. Улица Луночарского, 38. А на сегодня это все, о чем мы вам хотели рассказать. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, телекомпания ВТВ. Смотрите информационные выпуски на каналах ТНТ и РЕН, а также в прямой трансляции в социальной сети ВКонтакте. А впереди вас ждут прогноз погоды и гороскоп. С вами был Александр Леконцев. Увидимся в Воткинске.